Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас четверг, 4 июля 2024 года. Националистов в Латвии обязали вернуть деньги и лишили государственного финансирования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией КНАП. Распорядилось о возвращении национальным объединением в государственный бюджет незаконно израсходованных финансовых средств в размере 210 673 евро. И одновременно при остановлении бюджетного финансирования партии на один год сообщили агентству Лета КНАП. 28 мая КНАП приняла решение, которым обязала партию вернуть в бюджет незаконно израсходованные финансовые средства в размере 210 673 евро. Такое решение принято в связи с тем, что в 2022 году на коммуникацию с обществом и политическую агитацию партийное объединение израсходовало средства государственного бюджета в размере 554 627 евро. Превысив таким образом на 210 673 евро процентный лимит, который допускается потратить на одну предусмотренную законом о финансировании политических организаций партий цель по расходованию финансирования из государственного бюджета. 11 июня КНАП, ну или БПБК, бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, приняло решение приостановить выплату партии финансирования из государственного бюджета на один год. В распоряжении БПБК, ну КНАП, нет информации о том, воспользовалась ли партия своим правом обжаловать оба принятых учреждениям решения. Возможное обжалование не приостанавливает, повторяю, не приостанавливает действие принятого КНАП решения о приостановке финансирования из государственного бюджета. В июле этого 2024 года партия не получит 376 тысяч 3 евро. С другой стороны, следующая сумма, которая не будет выплачена партии в январе 2025 года, будет меняться в зависимости от результатов выборов в Европейский парламент в этом году и возможных изменений минимальной зарплаты в следующем году. Точную сумму КНАП сможет рассчитать не ранее конца этого года. Представитель нацобъединения ИНАРа заявила агентству ЛЕТО, что на данный момент не может дать дальнейших комментариев, так как не ознакомилась со всей необходимой информацией. Как писал майя журнал ИР, налогоплательщики ежегодно тратят большие суммы, чтобы обеспечить финансовую независимость партии. Но эти деньги расходуются строго по правилам. Партии могут использовать государственное финансирование только для тех целей. Для трех целей, извиняюсь. Только для трех целей. Да, вот для тех, вот для этих, вот смотрите, слушайте. Содержание офисов, основная деятельность партии и политическая агитация или связь с обществом. Более 60% государственного финансирования не может быть потрачено ни на одну из групп расходов, отмечает журнал. Именно этот лимит превысило национальное объединение, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 тысяч евро. Друзья, это больше полумиллиона, представляете? Хотя лимит составлял 344 тысячи евро. Как так может быть? Вот новость закончила, друзья, извините. Как так может быть? Что это такое? Как? Так а выборы, предвыборная агитация? Само за себя говорит агитация. Значит, надо все аннулировать. Обнулить. Это что это такое? Как понять? Пишите, друзья, комментарии. У меня уже не хватает ни слов, ни анимат, ни только лезут. Что это? И они там, вы понимаете, а? С деловым видом, с видом бурной деятельности лица, такие типа, они озабочены о народе якобы, якобы. Что-то там якобы, что-то они там предпринимают. Это что это такое? Как бюро по предотвращению в борьбе с коррупцией? КНАП, ну или БПБК. Коррупция. Так их тогда давным-давно оттуда метлой поганой гнать надо. Друзья, это что это такое? Или что-то я тут недопонимаю, друзья? Да мне кажется, тут даже любому школьнику понятно. Если уже бюро взялось по предотвращению борьбе с коррупцией за них, значит, что-то натворили. А что они натворили? Ну ни хрена себе. Перебор у них. Перебор. Да? Друзья, не слишком ли это часто начинается у нас здесь в стране? Особенно там, наверху. Ведь все же оттуда. И как это понять? Помните, я вел новость? Чего это они в оппозиции? А чего это такое? Что случилось? Они плохо устроились? И это я сейчас рассказываю свое мнение. Я могу где-то в чем-то ошибиться. Пишите вы, что это такое? И главное, КНАПа обязал ведь уже националистов вернуть эти деньги. И лишил государства финансирования на целый год. Как? А что они будут дальше делать? И у них же не будет финансирования. Как они будут жить? На что они будут жить? Или что-то тут не то, друзья? Или у них финансирование идет и оттуда, и оттуда. И это вы понимаете, да? Ну на нашей шее. Ну это понятно. В первую очередь они сидят на нашей шее. На наших налогах. За счет наших налогов живут. Да? И процветают. И все, и дома себе, и новые машинки, и одежонка, и главное, коммунальные услуги им обеспечиваем. Мы с вами. Что это такое? Вы представьте, вы себе можете представить, хотя бы на одну секунду, на одну, ну даже пускай на, чтобы понять, на одну минуту, чтобы такое произошло в другой стране. В нормальной стране, я имею ввиду, в Европейской, естественно, Европейского Союза. Вот такое бы вот случилось. Да там, если бы даже чуть-чуть только где-то обнаружили, и даже до начала дела уже бы сразу все, всех долой, всех поганой метлой. Всех долой, поганой метлой. Всех-то там пересадили. Во-первых, там все, ой, снег бы все, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что это такое? Как это понять? Как? Человечек пойдет где-то там по ошибке что-то, ну вот кушать хочется, ну возьмет там, да, говорит, проще скажу. Говорит, проще, говорит, воровать вагонами. Но это, вы понимаете о чем. Про это мы уже поговорили, это я уже отдельно говорю, друзья. Чтобы было понятно. Проще антибиотик, помните? Воровать вагонами. И тебе за это, говорит, ничего не будет. Но если ты украдешь велосипед, то тебе сразу дадут на полную катушку будешь. Или мешок картошки. О, мешок картошки, вот, блин. Несколько килограмм хватает, килограмма хватит. Уже тебе уголовное дело. А это что это такое? Да, друзья, пишите. Что-то тут не то. Что-то тут не так. А я же вам говорил. Все прекрасно знают. Но я хочу узнать ваше мнение. Они же там все собрались. Крутьверть, вась-вась. Давай-ка, говорит, мы сейчас будем это. Это, да? А потом вы будете это. А потом мы будем это. А потом будем мы то. Или сё, или хер моё. И в итоге они там друг на дружку бочку катят. Ага, так, отойди в сторонку. Отойди в сторонку. А? А, смотри. Я сейчас бочку буду на тебя катить. Да, ты чё? Да. Давай. Слушайте все внимательно. Микрофоны включили? Так. Всё. Включены наушники. И пошло. Бочку катить на того, на которого катят. Или на тех. Так. Покатил он? А теперь давай ты. Только договариваемся. Когда ты будешь на меня, или вы будете на нас бочки катить. А мы, а мы будем прятаться. И как будто, или наоборот, будем приготовляться, ждать, когда покатятся бочки на нас. И мы так в сторонку. Хопа. И повокатились они на других. Ой, а нас-то за что? А, чтоб её неповадно было. Кинотеатр. Цирк. Уехал. А кловны вот остались, друзья. Да. Я вам рассказывал сказку, да. Цирк. Друг на друга бочки катят. После завершения работы. Создавания бурной деятельности. Работы. Кипит работа. Ой, что вы. Вот мы четвертый десяток лет уже вот таких вот кловнам смотрим. И слушаем. Правда, уже я так сказал, конечно. Извините. Извините. Я вырвалась. Смотрите и слушаю. Я знаю, что никто уже их не смотрит и не слушает. Но. Но. Вот то, что вы не смотрите и не слушаете их. Зря. Такие вещи выдают. Что вы. А они-то ведь знают прекрасно, что вы их не смотрите и не хотите слушать. И они пируют, жируют. Эй, возьмайся, крыть дверь, заходи. Вася. Ой. Ну, вы понимаете, да? Сегодня что будем? Какую тему обсуждать? Это. На их. Пусть с ними. Давай этих обсудим. Давай. Так. Этих будем запрещать. Этих будем таблички снимать. Это будем рушить. Так. Так. Порушили. Все. Теперь возьмемся за этих. Что будем вечером? Чем вечером занимать? Эй. Вася. Эй. Кидает. Ему полы сини. А он перед ним сидит. Хопа. Оп. Он. Чего? Чего? Сегодня что вечером делаешь? Поедем на шашлыки? Не? И. На шашлыки? А что ты мне кидаешься? Слушай. Да. Лучше напиши мне. Ай. Точно. Блин. А он еще не знает, как пользоваться. Ну, молодые это были тогда еще раньше. Господи. Ну, сейчас все уже опытные. Сейчас уже не кидаются. Сейчас уже кнопочными этими. Да? Ну, понимаете, да? Ну, интернет-подключение же у всех. Мобилы. Мобила. Кирпич. Ну, хоть поняли же, о чем я говорю. А? Они там все. Да. Все-все. А что? Они неплохо устроились. Народу пофигу. Они даже их не... И на выборы-то не ходят толком. Нарисовали. Так. Сколько нарисуем? Сколько нарисуем? О! Не фуя. Не сходится. Слушай, надо больше рисовать. Ай. Да давай черточку еще поставь. А всего-то процентов было 13. Ай. Пиши. Напиши 23 или 38. Какая разница? Все равно никто там не проверяет. Все. Друзья. Сказочки конец. А кто слушал, молодец. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. О! О! Я говорю, любая новость. Ну все связано, повязано, все звенья вот одной цепи. Ну вот это я не могу понять. Как так может быть? Это только у нас может быть такое. Самый... А, да. Самая свободная, самая демократическая страна. Да во всем мире даже, господи. Надо гордиться. Вы что? Самая маленькая, почти одна из самых маленьких стран в мире. Я уже молчу, что в Евросоюзе. Да, самые развитые. Развитые. Как на я бывать, так и на ее бывать. И все в одни ворота. Вась, Вась, что сегодня делаешь? Давай, встречаемся, да? Встречаемся. Значит, будем это делать. Будем? А завтра? О чем будем говорить завтра? Завтра какие новости будут, о том будем говорить. Все, друзья. Ну, вы поняли. Нельзя без юмора. Не, нельзя. Все-таки напишите комментарий, что вы думаете по поводу вот этого безобразия. Это даже не безобразие, это хуже. Я говорю, они пользуются, что народу пофиг. Что делать? Что может сделать народ по одиночке? Ничего. На кухнях шуры-муры. А, эти. Ну, что эти? О чем мы можем сделать? Не скажите. Не скажите. Многие профессии. Ну, как многие? Не многие. Нет, не многие. Несколько профессий у нас живут неплохо. Они добиваются своего. И действительно, им почти что пофиг, что они там делают и чем занимаются. Они получают неплохо. Неплохо. Догадайтесь. С первой или со второй попытки, что это за профессии. Их несколько у нас. Живут прекрасно и чувствуют себя неплохо. А то, что они работают после выхода на пенсию, это их не проблема. Я всегда это говорил. Если вы дожили до пенсионного возраста, если вам дозначили пенсию, пожалуйста, идите. Отдыхайте. У вас же и так хорошая пенсия. Идите, отдыхайте. Нет. Они дальше работают. Догадайтесь. Пишите смело. Смело пишите. Я разрешаю. Всем. Что за профессии? Их несколько. Несколько профессий. Они разные, но схожие. Кое-какие схожие, кое-какие отдаленно похожие. Но одна из профессий, конечно, ну не буду называть, конечно, не буду называть. Вот вам и загадочка. Что за профессии я имел в виду? Имел я в виду, да. Спасибо вам большое, друзья. Особенно про вот это напишите безобразие. Про что новость-то была. Желаю всем здоровья. Не устану повторять. Здоровья, только здоровья. Берегите себя, близких, детей, особенно. Ой, Господи, что творится сейчас? Да? С лекарствами. Что творится? О, я уже подсказки начинаю. Не, не буду. Я буду. Все. Заканчиваю. Поставьте лайк под видео. Напишите комментарии. Подпишитесь на наш канал. Подписчики. Ой. Зрители. А подписчикам, конечно же, это большое спасибо. Это миллион раз говорил вам. Особенно кто давно подписан на наш канал. Да, конечно же. Я люблю пошутить. Я вообще без юмора не могу двое. Нет. Ну когда серьезно, тогда серьезно. Вы понимаете? Ну без юмора сейчас очень трудно. Невозможно выжить. Нет, невозможно. Просто нельзя выжить. Нельзя. И советую. Какой советчик-то с меня. Но все равно. Я уже. Ну тоже не молоденький мальчик. Правильно, друзья? Мне уже 65-й год. Ну как же. Повидал. Побывал. Посмотрел. На жизнь знаю. На своем же горбу, как говорится. И сейчас на заработанных своих живу. А что делать, друзья? Понимаете? Ну без юмора никак. Никак. А чем дальше? Я к чему сейчас клоню? Уже заканчивать хотел. Особенно со следующего года. Опять начинай подготавливаться. Еще не осень. Осень. Зима. Первое января. Что у нас начинается? Как-нибудь поговорим с вами. Должен догадаться. Ну то, что они добавляют все зарплаты, это понятно. Уже все привыкли. А почему так? Это все зрение одной цепи. Почему так? И они, смотрите, сколько израсходовали сотен тысяч, и им все с рук. Как это? Ну и что они их наказали? Это что, наказание? На год лишили финансирования? Так все равно, что они на нашей шее будут сидеть и сидят. Я говорю, в другом государстве поступили иначе. Все заканчиваю. Спасибо. Мира, добра и дружбы между народами. До свидания. До следующих видео. Пишите, друзья. До свидания. Продолжение следует...